Добрый день, кто смотрит это видео. Здравствуйте всем. Сейчас нахожусь в магазине на улице Есенина. И я была удивлена настолько, что просто снять девочку я не смогла. И мимо неё я тоже не смогла. Вот сейчас вы её тоже услышите. Вот послушайте. Красивая, умная девочка. Вот слушаем эту девочку. Что у вас тут? Мы продаём маленького котёнка. Продаете? Точнее отдаём. Отдаём эту девочку, маленькую, добрую Блэйки. Она потеряла свою семью. У неё уже умер братик, мы его видели. Мы хотим, чтобы она попала в руки добрым, отзывчивым, ответственным людям. Она красивая, умная. На вид ей где-то три или два месяца. Если вас не затруднит, возьмите, пожалуйста, эту маленькую девочку. Вот такая умничка. Меня зовут Юля. Девочка? Юль, посмотри на меня. Я просто на свету стояла. Ага, вот это Юлечка девочка. Она умничка предлагает котёнка. Не просто выбрасывает, а предлагает. Ну прям ещё у нас детки. Вот такой красивенький котёночек. Может быть, кому-то нужно будет. Он спит, наверное, сейчас уже. Да, маленький? Ты спишь? Да, не спишь. Нет? Глазки открыты были? Спасибо тебе, Юлечка. Всегда, пожалуйста, надеюсь, что Блэйки найдёт семью. Молодец. Ну разве не умничка эта девочка Юля? Конечно, умница. Я думала, ребята, бывает это только на картинке. Или думала, это муляж. Или это фотошоп. Но оказывается, здесь, конечно, уже вытащили самосвал. Но вот сегодня он сюда провалился. Его нет уже. Фотографию я, конечно, оставлю. Но хотела прямо показать, но маленько не успела. Его вытащили. Вот так вот у нас проваливается асфальт. Хотя вот езжу всегда на дачу этой дорогой. И всегда проезжаю это место. Вот так вода. Вот так всё течёт. Вот сюда провалился сам асфальт. Фото я, конечно, поставлю. Очень трагичная ситуация вообще. Вот люди тоже остановились. Видимо, видели уже где-то в сетях. Тоже остановились смотреть на вот эту ямину. Очень аккуратно. Это улица Писемского. Очень аккуратно нужно ехать по этой дороге. Просто страшно, что творится. Едешь-едешь и не знаешь, где оборвёшься. Вот такая у нас улица Писемского. Сейчас я иду к своей, конечно, машине. Но это нечто. Вот вообще, ребята, сижу и думаю, размышляю об этой трагедии, где сам асфал провалился. Налоги платим за дороги. Вот мы, автолюбители. Но вообще страшно ехать и провалиться. Ну вот где тебя судьба поджидает? И какая судьба она будет? Интересно просто.